Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Совсем недавно из командировки в Москву вернулся наш начальник отдела адресных проектов Кирилл Бадулин. Я подсмотрел его должность, потому что совсем недавно человек был назначен на нее. Хотелось бы поговорить с ним о том, что он там все-таки делал и какое значение результат его поездки имеет для развития нашего проекта. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Значит, хотелось бы узнать, в какую организацию вы ездили и какой вопрос там обсуждался. Я ездил на заседание рабочей группы в дирекции Московского транспортного узла, на котором рассматривалось применение технологии Skyway для проекта скоростного внеуличного транспорта Московской области. То есть это была прямо тема заседания? Да. Но вопрос достаточно сложный технический, я бы сказал. Вы у нас все-таки эксперт по финансам, по экономике. И как вы справлялись с вопросами, которые вам наверняка задавали ведущие эксперты Российской Федерации и, в частности, Москвы и Московской области? Или у вас кто-то был в команде, в делегации от Закрытого акционерного общества струнной технологии, помимо вас? Да, безусловно, со мной были представители нашей технической команды. Это был Андрей Зайцев, главный конструктор управления подвижного состава, и Юрий Кощук, начальник управления инфраструктуры, оснастки и испытательного оборудования. Справились? Да. Им задавали очень много вопросов, они отвечали на них порядка одного часа. А что вообще за проект рассматривался на этом заседании? Проект рассматривался на заседании. Это скоростной внеуличный транспорт Московской области. Это фактически кольцо вокруг Москвы, длиной 246 километров. И, кроме того, рассматривался еще более короткий участок, так называемый первый пусковой комплекс, протяженностью 74 километра по маршруту Подольск-Домодедово-Раменское. Подробнее можно, в чем суть проекта? Неужели там нет транспорта? Ну, понятно, что что-то там есть, наверное, что-то надо улучшить, добавить, заменить, я не знаю, какие-то такие детали. На самом деле, в настоящее время в Московской области существуют серьезные транспортные проблемы. Единственный вид транспорта, который там на сегодня существует, это автобус и электричка. И в связи с этим рассматривается какое-то новое решение, которое способно связать все города Подмосковья между собой. Есть ли у нас какие-то конкуренты в этом проекте? Изначально для этого проекта рассматривался так называемый легкорельсовый трамвай. Но, насколько мне известно, с реализации этого проекта возникли некоторые задержки, поэтому в настоящее время готовы рассматривать также наш проект. Ну, очень радует, что то государственное признание, которое прозвучало 11 февраля уходящего года в России, то есть когда струнный транспорт Юницкого был признан инновационным на заседании в Министерстве транспорта по инновационности государственных закупок. Прекрасно, что продолжение практическое последовало. Тем не менее, хотелось бы узнать, может быть, в Белоруссии нас также замечают, где строится экотехнопарк. Может быть, все эти многочисленные делегации из разных стран, о которых мы также все хорошо осведомлены, проявляют какой-то интерес. Вы, как начальник отдела адресных проектов, могли бы хоть чуть-чуть приоткрыть занавес таинственности над всеми этими именно адресными проектами? Да, безусловно. Не далее, как на этой неделе, у меня состоялась встреча по поводу нового адресного проекта в Минске. Но на данном этапе пока о подробностях, наверное, говорить все-таки рано. Кроме того, мы сейчас активно рассматриваем десятки, я бы сказал, адресных проектов в различных странах мира. Это прежде всего Австралия, Индия, Филиппины, Турция. Ну, это практически все те страны, представители которых не так давно посещали уже несколько раз экотехнопарк и присутствовали на испытаниях подвижного состава Skyway, если я правильно заметил. Хотелось бы знать, что объединяет эти страны в работе с нами и какие у них есть, возможно, индивидуальные особенности? Ну, самое главное, что у всех стран есть общее, это транспортные проблемы. И, как любит говорить Анатолий Эдуардович, на самом деле, если взять земной шар и просто тыкнуть с него пальцем, то фактически в любой точке мы можем обнаружить транспортные проблемы. Да, это действительно объединяет все государства земли. Но при этом к решению транспортных проблем разные страны подходят по-разному. И здесь мне хотелось бы привести интересный достаточно пример Индии. Это крупное государство, которое в настоящее время на втором месте по населению в мире. Но под темпом экономического развития, по-моему, на первом. Даже обогнали Китай, если не ошибаюсь. Да, вот в 2015 году они обогнали Китай. И с моей точки зрения, они сейчас активно работают над темпами, чтобы создать для себя плацдарм для дальнейшего роста в будущем. В частности, они подходят очень комплексно к решению своих инфраструктурных проблем. В частности, у них принята целая концепция развития умных городов по всей стране. СМАТС, это из-за 20, по-моему, их там всего. И городов выделено первых. И в рамках этих городов планируется внедрение самых современных решений как в области городостроительства, так и в транспортной сфере. И, как мне представляется, технология SkyWay идеально впишется в эту концепцию. И реализация всей этой концепции, безусловно, позволит вывести Индию на новый уровень развития. Спасибо большое. Вообще, какова перспектива, согласно вашей оценке, нашей технологии по завоеванию мирового рынка? Вот мы нацелились на это. Как сейчас выглядит эта цель, достижение ее? Но мы на постоянном пути к ней. И я считаю, что мы после проведения испытаний, мы значительно к этому приблизились, поскольку интерес к нам возрос просто, ну, по крайней мере, в пять раз как минимум, по моей оценке. И на самом деле SkyWay – это бизнес, который рано или поздно придет в любую точку мира. И от наших заказчиков зависит, насколько быстро это может произойти, и от наших партнеров тоже. Поэтому те страны, которые сделают быстрее выбор в пользу SkyWay, они получат максимум, поскольку эффективная транспортная система – это ключ к росту экономики и благосостояния населения. Ну, правильно, кто первый поверил, тот и получил максимальную выгоду, как, в общем-то, и везде. Совершенно верно. Поэтому я хочу сказать, что SkyWay – это ответ на вопрос, который ставит само время. Спасибо большое, Кирилл, за ту работу, которую вы проделали. Я думаю, это полезно, поскольку проекту, то и всем нашим партнерам, всем нашим зрителям, в том числе, всем тем, кто болеет за нас. Желаю вам успехов в следующем году в таком замечательном деле. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.defissystems.com. Поддерживайте наш проект, и нам всем вместе будут рады любой точке земного шара. Строй, SkyWay! Спасай планету! Правильно! Продолжение следует...